Да, жизнь меняется очень неожиданно. Человек даже не может представить себе, что то, что еще вчера оказалось ему совершенно невозможным, истории из какого-то давнего прошлого или из жуткого сна, вдруг становятся реальностью. Да нет, не может быть, ничего этого просто не может с нами случиться. Мы же все нормальные люди. Так говорили в начале 90-х годов хорваты и сербы, живущие в Уковаре. Так говорили в начале тех же 90-х те же сербы и те же мусульмане, жившие в Сараево. Уже шла стрельба, но люди говорили, да что вы, уляжется через две недели, ну максимум через три. Но не улеглось ни через две, ни через три, ни через месяц, ни через год. И то, что казалось невозможным, очень скоро стало повседневной реальностью. А что стало повседневной реальностью? Война, взрывы, смерть, ежедневные потери. Но казалось, что и на войне люди живут. Да-да, живут. Любят, дружат, ходят в школу, ходят на работу, узнают, что такое верность и что такое предательство. Живут на войне и дети. Это только в искусственной реальности по защите детей. На книжках ставят плюс 6, плюс 12, плюс 16. Но вот эти самые 6, 12, 16-летние дети и уже не совсем дети в реальной жизни сталкиваются со всем, что происходит вокруг них. И делают свои выводы, говорите вы с ними об этом или не говорите. И оказывается, что все зависит от человека. Одни во время войны начинают гнобить, а иногда и убивать своих бывших соседей, своих друзей, тех, с кем ходили в одну школу, тех, с кем вместе работали. Другие, наоборот, рискуя жизнью, спасают неправильных по национальности и вероисповеданию, иногда совершенно незнакомых людей. Потому что человек всегда остается человеком. Иногда хорошим человеком, иногда человеком плохим. И так сложно бывает разобраться, кто прав, кто виноват, и есть ли вообще они правые или виноватые. Но есть жизнь. И как в книге моей, которая написана не о реальных событиях, но по реальным событиям, которые происходили не только четверть века назад, но, может быть, и сто лет назад, которые происходят сегодня, а, может быть, будут происходить и 50 лет назад, потому что, как говорит один из взрослых героев моей повести, генерал Третьяков, вечных войн не бывает, но и вечного мира, к сожалению, не случается. Так вот, дети все равно живут, все равно дружат, все равно узнают, что в жизни главное. А главное – это оставаться настоящим человеком. То есть верным себе, верным своим друзьям, верным своей родине, не той, о которой говорят высокопоставленные политики, а той стране, которая есть страна твоей души, ну и твоего тела тоже. Поэтому некоторые говорят, что моя книга о Марте кончается плохо. Особенно жалеют Марту, мол, уезжает неизвестно куда, на чужбину и сможет ли она возвратиться. А я думаю, что моя книга кончается хорошо, потому что никто не выбрал окончательного пути, а, значит, возможны самые разные пути. И многие из них наверняка приведут к постижению себя, ну и, в общем-то, к счастью, которое есть в постижении себя.